МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретилась за круглым столом с Иркутской Нерго. За прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие. В Уст-Илимске прошло первенство Иркутской области по баскетболу. Центр избирком подводит итоги единого дня голосования, которое состоялось в России 8 сентября. Уст-Илимска территориальная избирательная комиссия уже опубликовала результаты выборов депутатов в городской думе седьмого созыва. Избранный мэр Уст-Илимского района, кто в ближайшие пять лет будет представлять наши интересы, узнаем далее. 8 сентября, в единый день голосования, жители Уст-Илимска переизбирали депутатов в городскую думу по 21-мандатным избирательным округам. Явка по городу, вопреки ожиданиям, оказалась весьма низкой и составила около 21%. Почти 80% горожан разуверились в органе представительной власти и проигнорировали нынешние выборы. Меньше всего избирателей проголосовало на пятом округе. Из 3579 всего 137 человек. Самыми активными стали на 12-м округе. Свыше 27%. Наша съемочная группа побывала на нескольких избирательных участках и узнала, кого поддерживают жители. Если не секрет, по какому округу и за кого вы голосовали? За Мандро Бориса, Читинская область. Он мой земляк. Не секрет, Дубас Анатолий Анатольевич. Причины? С уважением отношусь к этому человеку, давно его знаю, воспитывала, учила его детей и до сих пор общаемся. Думаю, что он поможет нашему городу. По 10-м микрорайону Ельсеев посмотрим. Почему? Можете сказать? Ну, отзывы хорошие о нем. Люди хорошо отзывались, поэтому за него. Но я считаю, что я выбор сделала правильный. За молодежь. За нашу красивую и умную молодежь. Мы думаем, за Зацепина или нет. Это такой товарищ у нас вызывающий сомнения. Я поддерживаю Ельсеева. Почему? Ну, просто мне нравится ее биография. Честный человек. Удивительно то, что, несмотря на многочисленные мнения устилинцев, никто из вышеназванных не прошел. Большинством голосов седьмой состав городской думы стал следующим. Первый округ – Денис Киргизов. Второй – Евгений Тырыца. Третий – Светлана Шварова. Четвертый – Андрей Светличный. Пятый – Евгений Смирнов. Шестой – Сергей Тютюнник. Седьмой – Александр Михайленко. Восьмой – Сергей Капкан. Девятый – Наиль Гарипов. Десятый – Наталья Шестакова. Одиннадцатый – Александр Ковалев. Двенадцатый – Дмитрий Верещагин. Тринадцатый – Иван Зайцев. Четырнадцатый – Ирина Кузнецова. Пятнадцатый – Галина Березовская. Шестнадцатый – Эдуард Перекопный. Семнадцатый – Арсений Чехирьков. Восемнадцатый – Виталий Деев. Девятнадцатый – Татьяна Каленюк. Двадцатый – Владимир Шершов. Что касается выборов мэра Устилимского района, так там победу одержал Макаров Яков Иванович и ранее возглавлявший муниципальное образование. Теперь именно от этих людей во многом зависит наша жизнь – жизнь простых горожан. Остается надеяться, что устилимцы не пожалеют о сделанном выборе, а кандидаты оправдают возложенные на них надежды. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Общественная палата города Устилимска решила разобраться в вопросах качества питьевой воды и в местных водоемах, правильности расчета тарифов за водоснабжение и водоотведение. На эти и другие вопросы представители «Иркутской энерго» ответили общественникам за круглым столом. «Иркутская энерго» – не единственная ресурсоснабжающая организация в городе. В паре с Устилимским лесопромышленным комплексом она обеспечивает энергоснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение жилого фонда и промышленных предприятий города. Вкратце привели такую статистику – водоснабжение. Только протяженность сети у нас составляет 213 километров, а водоотведение – 150, почти 153 километра. Сами понимаете, примерно, если перевести что-то такое в расстояние, в Калабидыжи, это все сети, которые требуют постоянного ремонта, ухода, эксплуатации, все, что с этим связано. Мы сделали очень многое, могу сразу сказать. Мы автоматизировали все насосные станции максимально, поставили достаточно эффективное оборудование. Что касается фото, электроэнергии, затрат, затрат, какие могли на эксплуатацию, вопрос максимально соптимизированный. «Иркутская ТЭЦ» у нас является, по-моему, как минимум единственным филиалом в Иркутской области. Возможно, даже я не слышал про Россию, которая в своей собственности имеет и все эти теплоснабжения, водоснабжения и водоотведение. То есть, что бы было все вместе, вот именно весь комплекс, не знаю, там, вот, там мой ТЭЦ, то есть всего потребителя, мы единственная станция. Плюс у нас даже есть, знаете, сантехнический участок, то, что, в принципе, наверное, ну ни в одном городе России, но я не слышал. Может быть, и есть, но в Иркутской области 100% нет. У жителей города много вопросов к деятельности организации. Общественная палата инициировала проверку ТЭЦ по выполнению инвестиционных и производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Первым, и, можно сказать, главным вопросом стал расчет тарифа. Мы знаем, что у нас сети каждый год становится все старее и старее. То есть, у них надо в любом случае складываться, а идти по пути, что наоборот, вместо того, чтобы больше складывать деньги, наоборот, снижать, конечно, мы понимаем, как социальное предприятие, социально значимое, мы понимаем, что такое, что у нас за спиной все население города. Конечно, это допустить было невозможно. Поэтому мы в 2016 году вышли с предложением администрации города увеличения тарифов, которые в принципе... То есть, тогда нас услышали и с 1 июля 2017 года нам увеличили тарифы вот на столько процентов к предельному значению. Всего лишь на 7,9%. Просто я почему-то акцентирую это внимание. Многие в городе, я сейчас слышу многих высказывания о том, что тарифы подняли беспредельно в два раза, очень много. И вот это значительные суммы. По факту вот это. Цифры все перепроверяемые. Каждый может из вас увидеть. Всего лишь на 8%, можно сказать, к предельному индексу 2017 года. С предельными. Мы провели анализ специально по нормативу. По нормативу на одного человека. Причем в среднем норматив всегда немножко выше, чем фактически потребление одним человеком по счетчикам. Это всего лишь 31 рубль изменение оплаты в сторону увеличения для любого жителя города. В среднем. На уровне руководства конфликта сейчас принято решение, ну как минимум. Никаких увеличений, ну кроме того, который ежегодный тариф немножко увеличен на процент инфляции, никаких увеличений тарифа в будущем уже мы пока не планируем однозначно. И на этом виде зарабатывать никто не собирается, там какие-то супер деньги для того, чтобы показывать супер эффект. Для содержания оборудования, своевременного ремонта сети, их надежности и безопасности, качества продукта, его экологичности и подняли тариф. Утверждает Виталий Иванович. Понятно, что мы с Ангарым берем, но в любом случае у нас много вопросов. В том числе даже там нехорошие вещи, которые в любом случае мы обязаны до вас, до любого жителя города довести качественную воду с максимальными показателями качества. Пять районов, в которых показатели качества по микробиологии, по санитарно-химическим показателям самые лучшие. То есть наша вода вот в этих пяти районах самая лучшая по остальным. Есть отклонения, кто по химии, цветность, мутность, кто по микробиологии страдает. У нас вода самая лучшая, а в том числе за счет того, что мы явно не экономим деньги. По затратам тоже можно вкратце ежегодные затраты только на экологические мероприятия. Все, что касается экологии, приведения воды в соответствие и выполнения всех санитарных мерных правил. Так перешли к обсуждению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Жители по-прежнему обеспокоены, не испортились ли показатели в связи с паводками в Иркутской области прорывом дамбы в Тулуне. Там Тулун никак не повлиял на качество воды? Тулун нет, потому что... А все стоки, которые... Да, у нас же, знаете, мониторинг ведется, можно сказать, постоянно. Кроме нас еще проводят таз-контрольные перепроверки Роспотребнадзор. Нет, это мы все знаем. То есть нет. Мы держали в полочке... Нет, немножко не так. Повлиял качество, но об этом Буркова докладывала. Повлияло, безусловно. Тулун повлиял на первичную воду, которую водаил. Поэтому, конечно, было запрещено купаться, да? Об этом говорилось. Но на качество питьевой воды в Канаде не повлияло, потому что были приняты, были выработаны определенные мероприятия. Вроде Тулун уже прошел давно, что это такое... Я даже не в адрес вашу, а вот как-то то, что вот у нас подбирает стоки все от Байкала до сюда, со всей области, вот как-то вот в эту сторону, ну, контрольный контроль за теми. И тут сбрасывает стоки в этот город, который уже горит, одесса. Много вопросов в области городского благоустройства, придомовых территорий, где ведется замена теплосетей. Жители улиц 50 лет в ЛКСМ 24, 26, 28, 30. Молодежная 2 и 4, энтузиастов 1. Обеспокоены тем, что после раскопок восстановления не будет. Работы газона, асфальта. К сожалению, подрядчик, который это выполнял, сделал плохо. Не было утрамбовки. Асфальт провалился, болевики рассыпались. Сейчас вот у нас буквально вот 26-й дом, 24-й, 30-й рыли. Сломали отмостку, тротуар плиточный. Все это нам делали по программе «Комфортная городская среда». И вот я фотографии вам передам. И как бы сильно я переживаю. Я вижу 28-й дом. Там как после бомбежки. То есть рыли, сломали плиты, потом их восстанавливали, сломанные же, и уложили. Потом опять рыли. И сейчас вот там вот коловорот. И понимаете, центр Левобережья, когда-то это было красиво, а теперь там просто тихий ужас. Вот у меня душа болит. Сейчас мы берем эти все гарантии, конечно, и восстанавливаем. Сейчас в этом году, что касается, если было в любом случае, мы совместно с администрацией города, какой у нас процесс мы делаем. Мы совместно потом выезжаем и делаем. Ну а в основном в каком-то, понятно, всегда же просадка будет. В каком-то, в хорошем. Я понимаю. Но в любом случае нам придется очень другое, что переделать. Общественники также вышли с инициативы включить в инвестиционные проекты озеленение города. Ведь при замене или ремонте трубопроводов уничтожается все. Кустарники, деревья. Отчего устилим стеряет свой таежный облик. У нас вот в сметах мы закладываем однозначно не просто там восстановление какой-то там горизонта, имеется в виду выравнивание. Что мы однозначно закладываем плодородный слой на тех участках, где высадка у травы. И те кустарники небольшие, которые мы также закладываем, небольшие деревья. Заместитель мэра по городскому обустройству Оксана Янковская заручилась поддержкой представителей филиала компании «Иркутск Энерго» в проектировании и строительстве инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации в 15-м микрорайоне, где были выделены 126 участков многодетным семьям. В этом году, сейчас, в настоящий момент, осуществляется проектирование дорог. К сожалению, вот областные программы так устроены, что субсидирование, ну то есть деньги области на дороги, на проектирование могут быть, а вот на проектирование либо строительство сетей инженерных нет такой программы и не предусмотрено. Ну это, конечно, упущение области, мы уже на года три об этом стучимся. Ну и наш город еще отличается тем, что у нас монополистом по инженерным сетям выступает компания «Иркутск Энерго». Вопрос в том, что при технологическом подключении электрических сетей у них сразу осуществляется проектирование. Это законно. Да, а у вас этого нет. Поэтому я вас прошу выступить в том числе, это ваши будущие потребители, чтобы у нас не повторился 16-й микрорайон, да? Мы все с вами знаем, как там трубы стыковались, ну лесной, где вот эта застройка идет, оцентрализованная. В настоящий момент в проекте мы предусматриваем коридор для инженерных сетей, но проектировать, когда на него будет глупо, когда построятся дороги. Опять-таки деньги область даст на дороге. Ну если проект будет, деньги на дороге будут, а потом вы зайдете, а потом не вы зайдете, а потом они все, кто каждый, копать начнут по очереди. Это не дело, да? Поэтому было бы хорошо, если бы в инвестиционную программу, именно Иркутск Энерго, были заложена инженерная инфраструктура микрорайона. А подключение пусть потребители делают уже непосредственно за свой счет. По завершению встречи присутствующие проголосовали за резолюцию единогласно, куда вошел контроль за исполнением всего вышеперечисленного, озеленение, благоустройство, анализ водостоков, проектирование сетей в 15-м микрорайоне. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». За прошедшую неделю на территории города Устилимска и Устилимского района зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в двух есть пострадавшие. Инспектор ГИБДД Алена Ещенко расскажет больше. 6 сентября около 6 часов утра в районе 4-го километра автодороги «Новый рейд» Устилимский ЛПК 54-летний водитель, управляя автопоездом в составе тягача, двигаясь по автодороге, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд дорожного полотна с дальнейшим опрокидыванием. В результате данного происшествия сам водитель получил телесные повреждения и госпитализирован. 7 сентября около 0 часов на улице Партизанская в районе дома номер 10 водитель автомашины «Хонда» допустил наезд на пешехода, идущего по проезжей части. В результате данного происшествия 66-летний пешеход был госпитализирован бригадой скорой помощи, но, к сожалению, в больнице скончался от полученных травм. По обоим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято правое решение. На днях в Устилимске завершилось первенство Иркутской области по баскетболу. Соревнования такого уровня прошли у нас впервые. Спортсменки 2006-2007 годов рождения боролись за звание лучших. О ходе турнира и его победителях расскажет Алена Феоктистова. В минувшие выходные на главной арене Дома спорта «Юность» прошли соревнования по баскетболу среди команд девушек 12 и 13 лет. В первенстве области помимо городских сборных участие приняли еще две команды от Устилимского района, поселок Железнодорожный и города Братска. Баскетбол у нас детский развивается, то есть очень много, ну не сказать, что очень много, но количество детей, которые обращаются в спортивную школу записываться, оно растет. Качество баскетбола у нас тоже повысилось, наши девочки в прошлом году впервые в истории нашего города, имеется в виду, участвовали в полуфинале всероссийских соревнований. Две девочки у нас входят в десятку лучших игроков России по игровым показателям. Некоторых игроков уже присматривают клубы, но вот пока такое начало, планируем дальше еще больше развиваться, еще больше расти. Благодаря регулярным тренировкам устилимские баскетболистки значительно улучшили свои результаты. Отточили фундаментальные элементы – ведение мяча, остановки, броски, передачи. Тренер братской команды Светлана Колосовская знает толк воспитания чемпионов. Мировых успехов по баскетболу добились ее дочь, внучка и еще несколько воспитанниц. Она оценила уровень наших землячек. Я работаю 42 года. Вот в сентябре 9 числа будет 43 года, как я работаю в Братске. Три года работала в институте, в Чите. Играла сама. Играла, бегала до 60 лет. Я в Устилимске играла в этом зале с тетками. Сама тетка была и играла с тетками. Вот в этом зале. Сейчас вспоминаю. Очень хорошая команда была. Я сама из Иркутской области, из Черемхова. Нина Петровна, ваша такая, соколовская, великая. Это мы занимались у одного тренера, у литовца. Валюшай Теса Петр Никодимовича. Вот она сюда приехала, с ее, наверное, начался баскетбол. А с меня тоже, можно сказать, начался баскетбол в Братске. Вы как профессионал, как можете оценить уровень в Устилимске баскетбола? Ну, я считаю, он, конечно, слабоватый. Но у вас вот сейчас заинтересованный молодой человек, Никита Евгеньевич, я считаю, что он на правильном пути. Он заинтересованный человек, он смотрит, он читает. Это много значит, когда тренер учится. Я всю жизнь учусь. Для наших спортсменов обучиться виртуозному владению мячом у профессионалов высшей категории. Великолепная возможность достичь высоких результатов. Так и вышло. По итогам трех дней соревнований именно команда школы «Лесохимик» НИКА под руководством Никиты Игнатьева заняла первое место. Среди лучших игроков можно отметить Ульяну Байкалову, Виталину Потапову, Кристину Исакову, Елизавету Трухину и Полину Болтовскую. Первенство Иркутской области является первым этапом в системе всероссийских соревнований. То есть сейчас команды, занявшие первое и второе место, они получают право участия на межрегиональном этапе. После межрегионального этапа, если команды попадают в четверку лучших команд межрегиона, они переходят в полуфинал всероссийских соревнований. Мы в прошлом году попробовали, попали в полуфинал. В этом году планируем пройти чуть-чуть дальше. Также с 5 по 8 сентября в городе Иркутске проходило первенство области среди юношей 2005-2006 годов рождения, где участие приняли 8 команд из Слюдянки, Черемхова, Шелихова, Иркутска, Ангарска и нашего города. Команда спортшколы «Лесохимик» заняла второе место. Устеримск гордится результатами своих юных баскетболистов и всегда готов их поддерживать. На отделении баскетбола в нашей спортивной школе учатся около 200 спортсменов. Среди них есть как девушки, так и юноши. Это говорит о том, что вид спорта в нашем городе достаточно популярен. Всего у нас работает 4 тренера. Но помимо детского баскетбола у нас развивается и взрослый баскетбол. К нам постоянно приезжают гости в город поиграть в эту игру на наших спортивных базах. Мы готовы продолжать поддерживать развитие данного вида спорта. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На этом наш выпуск завершен. Я и мои коллеги прощаемся с вами. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова